Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Самвеле Демяне. В этом обзоре, ребята, сразу будем обозревать несколько роликов к ряду. Но первый момент, вот знаете, что такое, когда две псевдомамки собраны в одном месте? Я так понимаю, что это ещё та психологическая нагрузка, и никуда от них не спрятаться, не скрыться. Потому что не только перед ним они должны играть эту роль, но ещё и друг перед дружкой. Перетягивание одеяла в данном случае, да, перетягивание одеяла, то есть, ну, можно сказать, каната, это Самвел. Кто же из них лучше ему угодит? Почему говорю две псевдомамки? Ну, потому что Надя явно к нему испытывает чувство не как к сыну, но невозможно чужого человека за такое короткое время полюбить как своего родного. Понятно, логичнее бы было, если бы Олины дети, её лучшие подруги, у неё в душе занимали место детей, которые выросли у неё на глазах, у неё практически на руках, это было бы логично. А здесь здоровый Боров, который, понимаете, за несколько лет сумел стать для неё родным и близким, ну, прям сынишкой. Ну, и ТВ, которая не должна уступать, теперь-то любить вроде как некого, заботиться неком. Мамка прекрасно понимает, что никому из других детей она нафиг не нужна, но Эдик, может быть, бы её забрал, но не может. А у Иры, понятно, свои проблемы, своя семья, ей мама это, да, не пришей козе баян, так сказать. Поэтому и остаётся играть в хорошую мама перед Самбелом. И вот это вот, ребята, гипертипа забота и опека, когда мужиков под 40 лет, выглядит, мягко говоря, странно. Вроде бы, казалось, пришёл с порога, да, вот так культурно, вроде как ненавязчиво, иди поешь. Ну, тут же Севка отвечает, что я, мол, не голоден, только с дома, ну, всё бы уже, да, угомонились, так сказать, успокоились, он не голоден. Но нет, пошла тяжёлая артиллерия, Надя кинулась в атаку и начала предъявлять, что она с 6 утра на кухне, иди поешь. Я, правда, не поняла, какая связь, то ли она пытается доказать ему, что ради него она подорвалась в 6 утра и встала к плите, то ли я не знаю, что она вообще пыталась этим сказать, но должен ценить её поступок, подъём в 6 утра. Такое ощущение, что мама её там на носках разбудила и сказала, Надя, дуй к плите, придёт сам Белл, его нужно вкусно и плотно накормить. Ну, опять-таки, ребята, да, Надя, она больше, в принципе, не способна, ожидать от неё чего-то другого было бы, ну, как-то странно, потому что всё действительно, что у неё есть на данном этапе жизни, это Ютуб с комментариями и, конечно же, готовка. Вообще, это, ну, как-то для меня дико, что ли, всю жизнь свою стоять у плиты. Вот это, наверное, единственное, чем она считает, что может похвастаться и взять, расположить к себе человека. Вот постоянная еда. Но тут же мама перетянула одеяло и внимание на себя и потребовала, чтобы Самвелл с Коки кушали плотно. Мало того, лучшие кусочки, конечно же, им. Самвеллу и Попсу о себе с Надей мама оставила кости. Но когда бы ещё ТВ, ребята, вдумайтесь, ТВ, которое отрывает от себя лучшие кусочки для того, чтобы угодить. Я так понимаю, что мамка чётко расставила по жизни приоритеты, к какому лагерю наконец-то ей прибиться. Ну, и здесь вклинился Коки. Надоела ему вот эта игра двух псевдомомаш и решил перетянуть одеяло на себя уже в этот раз. Чем он нас порадовал? Ребята, конечно, новой футболочкой. Да, вот, ну, чем бы детятка, да, не тешилась, лишь бы не плакалась. Ну, какие у мужика игрушки, конечно же, мужские. И здесь он нам продемонстрировал новую футболочку. С Томом и Джерри. Ребята, как услышала Том и Джерри, это сделала ему просто мой вечер. Ну, вот, представила, да, мужик, по идее, должен был бы к чему-то более мужскому тянуть. Ну, где мужик тянуться? Ну, где мужик, а где Коки? Кстати, ему прислали посылку, ребята, с масочками для лица. Корейские масочки для лица. И он просто, он выпал в какой-то экстаз. Он какую-то в эйфорию сразу окунулся и где-то там сразу на радужных облаках оказался. Для меня это был шок. Я ожидала, что мужик может порадоваться там часам, ручке, я не знаю, какому-то инструменту, зажигалке хорошей, портмоне. Ну, каким-то таким вот более мужским вещам. Ну, когда здесь дитятка вот этот Джерри аплодировал в ладоши из-за того, что ему прислали маски для лица, все. И как он их начал расхваливать. Хотя, действительно, подарок очень в тему для специалиста, профессионала, красивой девочки, который понимает толк в уходе за собой. И где Коки и где отсутствие масок? Конечно, подарок очень в тему. За что вот Коки и хотел поблагодарить в инстаграме, но отправительницы там не оказалось. И, опять-таки, вот эта посылка, ребята, меня, в принципе, поразила. Почему? Потому что я не понимаю, в чем смысл, в чем прикол абсолютно бюджетные, да, какие-то мыльно-рыльные, которые продаются на каждом шагу. То есть зайди в любой магазин, где угодно это все купить, отправлять это все в посылки. И, кстати, отправлять достаточно обеспеченным людям для меня это тоже непонятно. Но если ты уже хочешь кого-то порадовать, ну, подарить действительно тем, кому это необходимо. Но дарить тем людям, которые могут просто налегке это все пойти купить, как-то странно. Ну, а там была, ребята, рубашка. Севка вначале решил подстегнуть маме, устроить очередную провокацию, что эта рубашка, конечно же, для Эдика, потом типа для Нади, а потом типа, мама, ну, возьми по мере ты, если она тебе подойдет, мы Надьке об этом не скажем, и ты оставишь рубашку себе. Мама тут же ответила, что Надя однозначно в нее не лезет, потому что толстая. Толстые руки, сама Надя толстая, поэтому рубашка будет у мамы. И опять-таки толкал маму на провокацию, мама спокойно на нее, как всегда, конечно же, повелась и рассказала о том, что, ну, вырежешь и вырежешь, значит, оставим себе. И странно было бы, если бы маму где-то там начала грызть сомнения, какая-то совесть, что типа, да, не по адресу посылка, отправили человеку, а я примучу. Нет, конечно, маму такие чувства и не думали одолевать, поэтому она налегке согласилась. Но, ребята, еще хуже выглядит ее сынок, который знает, что мама очень жадный, мелочный человек, и, конечно же, на это поведется. И не забывает это все заснять, продемонстрировать, чтобы все это увидели воочию. Ну, еще там в этой посылке подарили мыло, Наде, маме, наверное, чтобы почаще мылись, хорошо пахли. Ну, и, конечно же, да, вот я так понимаю, ребята, все лучшее в этих посылках, ну, вообще, обычно дарят все лучшее женщинам и детям. Вот здесь Коки угодили по полной маске, прилипли для лица, по уходу за собой еще, и предложили им туалетную воду мужскую подербанить на троих папе, Коки и Самвел. Ну, я так думаю, что, конечно же, все достанется Коки, ведь лучше, я повторюсь, женщинам и детям. Ну, и здесь, ребята, вклинилась Надя и поведала не только всем нам, но и Самвелу, это такой вот, знаете, маленький намек на большие обстоятельства, что, мол, где-то в комментариях она вычитала, что ее приглашают в Германию на лечение, но она, конечно же, отказывается категорично и не поедет. Хотя Севка готов ее уже выпихивать не только в Германию, но и на край земли, лишь бы она подольше там находилась и поменьше, скажем так, доставала его. Но Надя непреклонна, непрогибаема и сказала, что она остается там. Но первое, что хочется отметить, да, по поводу того, что написали в комментариях, Надя, на заборах тоже пишут, но не факт, что этому всему необходимо верить. А второе, ребята, да, как она хотела поднять свою самооценку, как она хотела доказать свою значимость Самвелу, что, типа, видишь, меня готов принять еще кто-то. Ну, не тут-то было, никакие чувства Самвела она нигде не затронула, никакие фибры души его не колыхнуло, ему абсолютно фиолетово. Что есть Надя, что нет Надя. В любом случае, завтра, скажем так, на ее вакантном месте будет уже другая Надя, поэтому особо он и не заморачивается. Надя так ждала, что он ей скажет, я тебя никуда не пущу, никуда не отпущу, ты только моя. Да, но нет, конечно же, этих слов она не дождалась, хотя, наверное, в мечтах именно так она это и видела. А во-вторых, да, хочется отметить, кому-то и по большому счету нужна абсолютно незнакомый человек. Меня вообще удивляет, когда ты не знаешь человека, видишь его только по ютубу, но при этом зовешь его куда-то там к себе в гости. Ну и дальше, ребята, пошло вскрытие банки вот этой эксклюзивной рыбы и все сидят в этом смраде, в этом чаморе каком-то, кричат, откройте окна и никто этого не делает. Все требуют маму для того, чтобы она зашла и открыла окна. Кстати, даже Надя признала эту вонь. Хочется сказать, Надя, ты же недавно кричала, что у тебя напрочь, ты не ощущаешь никакие запахи, отсутствует обоняние, то есть нет никакого восприятия. А здесь резко и она кричит, фу, як воняе. Сидит возле окна, ну, конечно же, хрен, его открывают все, требуют маму, ждут маму. Но мама как бы достаточно агрессивно ответила Наде, что, мол, могла этой булки подорвать и открыть это окно, а не звать меня. Надя вообще, ребята, я смотрю и действительно понимаю, ей с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Действительно, ей уже нужен человек, который будет у нее нападай принеси. То есть женщина, которая не может себя держать на ногах. Она станет, две минуты постоит и уже думает, куда бы сесть, присесть. На ее фоне мама живчик, мама такой зайчик-энерджайзер, вот этот тюрасел-батарейка, которая просто, я говорю, не знаю, на сходу летается старту. Надя, конечно, капитально проигрывает ТВ. Ну и вернемся к теме этой рыбки, этого деликотеса. Мама вообще в шоке, что заставляет пробовать именно ее. Она так интересуется, вы что хотите, чтобы я сдохла? Нет, мама, никто не хочет, чтобы вы сдохли. А почему? Потому что что тогда сам был, будут делать без вас? Где он еще найдет такого неподражаемого фрика, такого актера своего театра. Поэтому однозначно вы будете жить. Ну и дальше, ребята, было принято решение, что все-таки никто не будет пробовать эту рыбу. Ее нужно выкинуть. Но умные люди сразу бы, да, слили там эту жидкость куда-то, промыли, рыбу быстро выкинули, вынесли в мусорный контейнер и забыли. Здесь было принято решение выкидывать через окно. Но, кстати, никто так и не мог решиться, кто же из них должен это сделать. Кто должен выполнить эту функцию. Все почему-то морозились. Я так и не поняла, чего они боялись. Либо того, что находятся они у себя дома и может обратно прилететь за выкинутый мусор через окошко. Либо боялись осуждения и возмущения Ютуба. То есть что-то все-таки их всех останавливало и конкретно гложило. Вот знаете, боязно было. Действительно было боязно. Я так думаю, что здесь все в одном. Боятся, что все-таки находятся они у себя дома и может зайти какой-то мужик и задать, раздать, так сказать, затрещины всем и сразу. Поэтому в конце концов все-таки остановились, остепенились и решили воспользоваться мусоркой. Ну и здесь в очередной раз Самбел решил все-таки попробовать эту рыбу. Но Коки, ребята, был непреклонен и конкретно запрещает ему пробовать рыбу. Ему не нужно, чтобы Самбел умер от бруцеллеза, бутылизма. И опять-таки, ребята, исключительно цитировала автора. Конечно, не нужно. По большому счету, Коки находятся, ребята, в подвешенном состоянии. Нет никакого завещания. Нет у Коки никакого официального статуса. Поэтому, конечно же, ни в коем случае Коки не нужно, чтобы Самбел крякнул раньше времени. Потому что тогда эта детятка останется с голой жопой и с пустой карточкой. Поэтому забота проявлялась именно так. Ну и дальше, ребята, почему-то Наде пришла гениальная идея мысли в голову, эту рыбу прополоскать. После нескольких вот таких манипуляций, выполаскиваний, массажа этой рыбой под проточной водой, Надя все-таки надеялась, что ее не заставят это попробовать. Она прям так и спросила, нужно ли ей это пробовать. Но вот представьте, насколько на самом деле униженная, оскорбленная женщина. Вот вам воняет, да? Вы категорически, даже не обязательно воняет, вы просто не хотите пробовать какое-то блюдо за столом. Кто вас может насильно заставить через силу его съесть? Конечно же, никто. Потому что вы бы, да, ну там как-то посмотрели. Либо, если бы человек не понял вашего красноречивого взгляда, да, как-то бы словесно объяснили, что вы это не хотите. Но здесь женщина, которая привыкла всегда услуживаться, вернее, которая всегда привыкла прогибаться. И вот здесь представьте, как ей тяжело все-таки отказать, вроде и рыбу стремно пробовать, и при этом надеяться, что ее остановят, и в горлянку эту рыбу не запихнут. Но чудо произошло, никто на самом деле не заставил. Радуйся, Надя. В этот раз тебя пожалели. Ну и дальше, ребята, продолжается скрытая съемка, как мама хлебает в общаковой кастрюле. Это, конечно, нечто. И Самвел возмущается. Он в диком шоке. Как она его могла родить? Кстати, что удивительно, я вообще не понимаю, как на фоне такой мамы можно играть в какого-то чистюлю, брезгливого. Чувак, который, да, фекалии животных убирает руками. Который лазит, да, по каким-то заброшенкам, вечно сует, куда ни попадя свои руки, и нихрена их не моет. У которого кот, который лапами, да, загребает после того, как сходит в туалет после себя, и этими же лапами спокойно передвигается по столу, там, где люди едят. И его это абсолютно не смущает. Но когда он начинает играть типа в брезгливого, ребята, он смотрится как-то действительно по меньшей мере глупо. И что его удивляет, что как его теле могла родить? А я очень в этом уверена, они прямо одного поля ягоды. Очень похожи на самом деле друг на друга. И когда мама хлебает, да, сербает с общей кастрюли, это норма. Самуэл тоже прилетая с грязными руками, хватает, что не попадя, и тянет к себе в рот. И забывает в этот момент, какой он чистюля и какой брезгливый. Поэтому, да, я верю, что это его мама. И меня удивляет вот этот момент, фу, да как можно? Она с общей кастрюли хлебает. А как ты с общей кастрюли жрешь и не краснеешь, и ничего? Ну и, ребята, переходим ко второму ролику. Здесь уже Надя настоятельно требует ее снимать. До этого кричала не снимай, а теперь наоборот кричит снимай меня. Все должны увидеть, что она серьезно настроена покорить вершины Буковеля и вперед из песни. Кстати, для меня вот удивительный тот момент, ты знаешь, что ты реально не тот человек, который может себе позволить прогулки, длительные прогулки, да, прогулки по горам, по каким-то препятствиям. То есть ты человек, который не может даже ровно ходить, постоянно ищет какую-то опору, какую-то поддержку, какие-то скамейки. И, кстати, ребята, когда вы мне пишите, не обсуждай Надю, простите, это снимает сама Надя. Она сама в этом всем активно участвует. Это снимают ее ближайшие друзья, как она их называет, поцелованные Богом, золотые дети. То есть почему я тогда не могу высказать на это свое мнение? По меньшей мере, я бы понимала, что туда едет Самбел, туда едет Коки, молодые люди, туда едет их подруга Маша, точно так же, да, активная молодая женщина. Куда ты прешься? То есть я по меньшей мере понимаю, что я могу быть кому-то, например, в тягость, да, я буду людей стеснять как-то, задерживать, то есть, ну, притягивать лишнее внимание к себе, какое-то вот это вот понимание сочувствия, жалость. Я бы нашла тысячу способов, почему я не могу туда поехать, ну, как минимум, да, элементарно просто сказала, что я не хочу уехать. Ну, в общем, нашла какие-то причины, почему я туда не поеду, хотя бы для того, чтобы никого не обременять своей персоной. Но Надя, нет, она за Самбелом готова на пролом, хотя все-таки там она пасовала и никакие преграды взять по факту так и не смогла. И вот ты прешься, понимая изначально, что ты будешь в тягость. Вот представьте, что такое, ты выходишь и вот все вокруг тебя суетятся. Надя вот здесь села и все стоят возле нее, вот здесь Надя встала и опять-таки все стоят возле нее. Когда даже говорят фразу, давай я тебя подвезу к туалету, ребята, меня это действительно шокировало. Но Надю, нет, ее абсолютно ничего не смущает. И по поводу того, когда вы рассуждаете, что нужно поберечь чувства Нади, у меня возникает вопрос, а почему она сама не бережет свои чувства. Ребята, как минимум человеку нужно научиться в конце концов полюбить себя и заняться собой хотя бы ради действительно вот этой любви к себе. Потому что человек действительно себя убивает, человек себя калечит. И это факт. Значит, в этих поездках Надя уже играет вот этот контент типа снимай меня, снимай. Дальше было еще веселее. Мне очень понравилась съемка в машине. Это действительно какой-то уникальный кадр. Я просто не понимаю, где ГАИ. Вот где сотрудники полиции, почему никого нет на дорогах. Да, никакого не единого патруля. Едет чудила, который без году неделю за рулем. Одной рукой держит руль. Другой рукой снимает салон машины. То есть, вводит этой камерой, чтобы показать, как они там расположились. И при этом, вот мне все время хотело сказать, нужно не забывать, что на дорогу еще желательно и смотреть, когда ты едешь. То есть, не только в камеру смотреть, попадают ли все в съемку, но еще, конечно же, и на дорогу. Ну, наконец-то они доехали. И, слава богу, не оказалось никаких людей, машин на дороге. Они сумели спокойно, благополучно доехать. И здесь, конечно, очередной шедевр, который должен снимать самбел. Как Надя не может скарабкаться на ступеньках. Ребят, вы знаете, для меня это шок. Вот так, чтобы меня пожалели. Вот так мне сочувствовали. Из-за меня создался такой движ. Люди не смогли посетить ресторан, в который они хотели изначально попасть и который хотели посетить. Но мне было бы как-то дико. Надя, нет, она непробиваемая, ее ничего абсолютно не смущает. Она села на этой скамейке и сидит. Уже дошло до того, что нужно, типа, звать администрацию, узнавать, как можно все-таки подняться машиной туда вверх и подвезти Надю к ресторану. Но мама просит, чтобы самой не сидеть, да, ой, Надя, мама, Надя просит, чтобы самой не сидеть, не выглядеть, да, причиной всех несчастья, просит присоединиться маму. Мама, хотя спокойненько себе стояла, облокотившись на палочку, но Надя утверждает, что, Татьяна Васильевна, вы тоже устали, присядьте. Видно, что мама уже негодует, мама еле сдерживает себя, походу ее уже серьезно вот так вот, знаете, кумарит и раздражает Надя. И она уже считает стопудовые дни до отъезда, когда же Надя упрет в свои недогарки, потому что мама понимает, что Надя это балласт. Из-за Нади она не увидела многие красоты, ее не повели в красивый, хороший ресторан, куда хотели отвезти. И, конечно, она уже Надю в душе где-то тихо ненавидит. И вообще, ребята, понимаешь следующее, что Надя это стопудовый балласт. Такое ощущение, что ее таскают за собой исключительно, знаете, вот так вот на потеху публике, для того, чтобы люди, шокировать людей и люди смотрели этот контент. Для меня, кстати, странно, в принципе, они все знали и прекрасно догадывались, что ожидают впереди. И понимали, что Надя стопудово не сможет туда вскарабкаться. Тем более Маша, коренной житель, которая знала расположенность этого ресторана, знала, что он на возвышенности, что он где-то приближен к горам. И это действительно препятствия будут непреодолимы для Нади. Но усиленно их туда попхнуло. Дальше, ребята, она просто Надю вот, знаете, так вот, ну, просто размазала. Размазала и припечатала, когда она предложила не заморачиваться по поводу Нади и отправиться всем в ресторан, а Надю вынести еду на скамейку. Ребята, я представила эту картину, как Надя бы там либо на коленках поджогывала, либо ей прям там бы сервировали столик. И Надя, восседая на скамейке, сидела бы и все это подъедала. А вообще, ребята, представьте на секундочку, как она ее унизила. Но Надя не обратила внимания, и так вот вяло начала сопротивляться. Типа, идите, оставьте меня здесь, идите посидите, а я вас здесь подожду. Кстати, по большому счету, могла и настоять на этом. Понимая, что люди приехали и хотели попасть именно в этот ресторан. Но все в очередной раз подстроились под Надю и поехали туда, в те места, куда она сможет спуститься. Но, кстати, реакция Нади, ребята, меня еще покоробила в том, что она в этот замес начала замешивать ТВ. Что типа и мама туда не поднимется, и маме туда будет тяжело подняться. Да мама ради жрачки, я не знаю, взлетит туда на одном дыхании. И, кстати, повторюсь, ТВ действительно достаточно живчик такой и активная по сравнению с Надей. Она бы действительно туда вскарабкалась и спокойно вкушала там еду. И Надя решила, так сказать, дождаться мамыной поддержки в надежде, что ТВ ее поддержит. Даже по головке ее погладила. Ребята, это так как-то мерзительно и странно выглядело. И сидит ТВ вот такая вот, знаете, просто в расстроенных чувствах. Видно никакая. Она в душе агрессирует из-за этой Нади. И еще здесь Надя такой вот жест, понимаете, она решила по голове своей пятерней, липкой вот этой потной, пригладить, так сказать. Но мама так вот, знаете, аккуратно увернулась от ее вот этой лопищи, поправила свои три волосинки и была такова. Кстати, здесь выступил уже, ребята, Коки и искренне не понимает, нафига они тогда вообще туда приехали, если Надя даже не пыталась подняться в этот ресторан. Хотя, ребята, конечно, все тут же прикинули, какой контент пропадает. То есть, прикиньте, Надю реально вскарабкивали бы вверх. Там нужен какой-то подъемник, я не знаю, какое-то, наверное, устройство. И Коки вот в шоке, что Надя даже не попыталась. А с другой стороны, вот представьте, с ней бы что-то там случилось. Вот реально, она бы оступилась. Или вот она бы поднялась до середины, да, и не смогла уже ни вверх, ни вниз. Что бы вы тогда с ней делали? В первую очередь, конечно, надо думать. А во-вторых, нужно тоже понимать, куда вы везете человека, который еле ходит, еле передвигается. То есть, что вы ей хотели показать, что вы хотели доказать. Зато, я так понимаю, поехали конкретно с ней для того, чтобы ее заснять в виде отдельного контента. ТВ, ребята, потухшая, абсолютно без настроения. Наверное, сидит и думает, откуда на их голову, на их плечи свалилась эта Надя. Мама, а что вы хотели? Любишь кататься? Люби и саночки возить. Вот что такое персональный повар. Вот что такое хлявные сумки. И каким боком они для вас вылазят. Вот и результат налицо. Поэтому бесплатный сыр только в мышеловке. Получили бесплатный сыр, уже съели, забыли. А терпеть приходится и дальше. Ребята, я так понимаю, что после вот этой поездки Нади, ТВ очень долго еще ее не пустят обратно. Но как минимум полгода Надьке прикажет сидеть дальше в своих недогарках. Дальше, ребята, меня поразила Надя, которая требует, чтобы Самвел и дальше ее обсирал и правду о ней говорил. Вот здесь я села, я даже не знаю, как можно на это реагировать. То есть, а ты сама не видишь, как ты безобразно смотришься в зеркале. Ты сама не видишь, как тебе физически тяжело, что ты сдаешь, ты пасуешь. Ребята, тут даже не вопрос, что она ходит на палке. Она на палку опирается из-за лишнего веса. Это хоть какая-то опора для нее. И вместо того, чтобы сделать это ради себя, она считает, что действительно Самвелу есть какое-то дело до нее. Да он ей сказал, пока это контент, высмеял ее, выстибал и завтра об этом забыл. Ему плевать, ему есть о ком думать. У него мама, он и о маме не очень-то заморачивается. Вспоминает, когда контент нужен, а что говорить за чужого человека. Ляпнул, так сказать, и забыл, что там с той Надей, пока Надя опять не начнет напрашиваться в гости. А Надя сидит и действительно считает, что он за нее волнуется и переживает. Кстати, когда она сказала, что она потеряла 8 килограмм веса, у меня возникает вопрос. Ребята, где эти 8 килограмм веса на вот такой вот массе тела? Ей нужно было похудеть, ну я не знаю, как минимум килограмм 40-50. И когда она рассуждает, что за полгода она скинула 8 килограмм, блин, Надя, при твоей массе там 40 кг налегке со старта уйдет. Только потому, что нужно сесть на правильно заняться собой, правильное питание, рацион составленный правильно, распорядок дня. И там килограммы улетать будут, потому что чем больше человек, тем больше потеря массы идет. Особенно первая потеря. А здесь 8 килограмм. Где 8 килограмм и где Надя? Ну и дальше, ребята, Надя, конечно, начала кричать, что сам был самый лучший друг. И здесь мне так и хотелось у нее спросить, что серьезно? Реально, это ты считаешь другом? Друг настоящий и самый лучший никогда не будет этого снимать. Ребята, я прекрасно помню, как прошлым летом слили на YouTube два ролика. Вернее, один и тот же ролик. Один на канале у Коки, другой на канале у Севки, где Коки тюленем плюхнулся в воде. Водичку, бомбочка нырнула. И как быстренько ограничили доступы к этому видосу. Что сам был, что Коки. Потому что там с пупса просто начали орать люди. То есть там можно было от смеха, я не знаю, живот надорвать. Вот так вот все смеялись. И вот когда он понял, что для Коки это унизительно, это было все удалено в этот же момент. И хотелось сказать, Надя, если бы тебя действительно оценили как друга, мы бы тебя в кадре не увидели. Вот этого твоего позора раз за разом мы бы не увидели. Потому что ни один настоящий друг этого бы не допустил. Ни один друг не допустил бы тебя в позе раком. В твоих жалоб, что я не могу ходить. В твоих просьбе не снимать тебя. Ни один бы друг вот так с тобой не поступил. Какой друг нафиг? Ты всего лишь контент. Он уже понял, что благодаря тебе эти ролики залетают. Потому что люди сидят, и кто-то смеется, кто-то недоумевает, кто-то жалеет. Ну то есть ты вот действительно шут, которого вывели на потеху публики. Она, ребята, мечтает о какой-то дружбе. Действительно как-то убого выглядит. Тебя показывают абсолютно с любых ракурсов, с любых сторон. И плевать, они хотели на твои чувства. А Надя считает это настоящей дружбой. Тогда мне страшно представить, ребята, как с ней по жизни поступали, если вот это всё она считает пределом нормы и доказательством настоящих отношений. Хотя я думаю, ребята, что она действительно на самом деле всё это прекрасно понимает. Только оправдывается перед собой, перед теми, что на самом деле они вот так вот дружат. Она прекрасно видит, что на её чувства плевать, на её просьбы плевать. Я вот не понимаю, да, когда ты проходишь через такую волну унижения к себе, как это после этого можно вообще назвать дружбой. Ну а дальше, ребята, началось то, что началось. Я сидела вообще просто припечатанная. Я не понимала, как можно так льстить и так паскудно врать в лицо. «Ты золотая дытына, ты поцелованный Богом, ты что, умалишённая». Ну вот действительно, ребята, такое ощущение, что у неё с мозгами серьёзная проблема. Там вот что-то однозначно не так. Как можно назвать его поцелованным Богом? Интересно, за какие такие заслуги? Но Надя пошла дальше. На этой фразе, ребята, она не остановилась. Оказывается, и Оля, подруга Нади, считает, что Самвел поцелованный Богом. И здесь я хочу сказать, Оля так, возможно, не считает. Она просто так поддакивает в угоду самой Надьке, видя, что Надя ведёт себя очень неадекватно, как психически больной человек со своей формой шизофрении какой-то. И просто, вот так, знаете, возможно, в меру воспитания какой-то культуры. Ну вот так вот кивает головой, типа, да-да-да. Вы представьте, насколько Надя на нём повёрнута, если она уже вознесла его на такой ранг. И утверждает, что даже Оля говорит, что он поцелованный Богом. А почему только поцелованный Богом? Вы сейчас скажите, Сын Божий, я не знаю, с небес его Господь спустил к нам на эту бренную землю. И, ну вот, что-нибудь такое уже конкретно рассказывай. Почему только поцелованный Богом? Надя, надо уже как-то это всё развивать и так вот масштабнее в массы толкать. Ну и в этот момент Надя попыталась, ребята, оправдаться за сорванный ресторан и объяснить всем, что по большому счёту и маме было бы туда тяжело вскарабкиваться. Но мама об этом просто не сказала. Мама, оказывается, лично Наде, то есть она не Самвеллу жалуется, не Ире, не Эдику, а лично Наде доверила тайну, что ей тяжело ходить по дому. У неё болят ноги. Мама бегает, как зайчик-энерджайзер и близко, незаметно, никакого напряга. Я вообще не знаю, зачем ей эта палка. Впереди паровоза бежит. Но, оказывается, Наде она пожаловалась. И поэтому Надя оправдалась, да, что не только себя спасла от вот этого вскарабкивания в гору, но и, конечно же, маму. Потому что ТВ, ребята, такой тонкой душевной организации человек, что она бы никак никогда не призналась своему сыну, что для неё это тяжело. Поэтому именно Надя спасла маму, зная, что у неё тоже проблемы с суставами. Ребята, ну такой бред какой-то, такая ересь, неприкрытая чушь. То есть представьте, да, сын-мать привёз в ресторан, маме больно или тяжело подняться вверх. Можно подумать, она бы не подошла сыну и не сказала, сыночка, ты знаешь, я не в состоянии туда подняться. Но ТВ остаёт, о, Надя остаётся непреклонной. Она сделала ещё и серьёзное одолжение для ТВ. Ну а дальше, ребята, они приехали на пляжик и Самбэла возникла очередная крутая идея катнуться всем вместе на одном катамаранчике. Для того, чтобы заплыть подальше, поглубже и там нырнуть. Ну вот представила картину, как Надю запирают на этот катамаранчик, вывозят на середину речки и заставляют нырять. А Надя ради Самбэла не то, чтобы нырнула, она по счётам, я не знаю, и пузом проползла бы до берега, если бы Самбэл ей об этом сказал. Тоже надо думать, как вы собираетесь Надю запереть в этот катамаран. Но Коки не согласен. Активный спортивный отдых не для него, даже на воде. Он решил всё-таки воспользоваться лежаками. Ребята, ну почему? Когда башка дурная, рукам отдыха нет, это однозначно. И Коки пошёл узнавать, сколько стоит лежачок. То есть за 5 человек нужно было отдать 3,5 тысячи гривен. Ребята, это много. То есть это где-то около 110-120 долларов, с учётом того, что 3 часа дня за голые лежаки. И Самбэл начал возмущаться. Самбэл уже достаточно агрессивен и кричит, что Коки пора отправлять домой. Самбэлу терпению уже пришёл конец. И он 10 раз пожалел по поводу того, что вообще согласился на эту поездку. Коки, он считает, соскучился уже за друзьями, за подружками. И пора его в Днепр. Мне хотелось сказать, пора не Коки в Днепр, пора отправлять Надю. Она действительно в гостях засиделась. Она вот такой вот балласт, который вроде как тянут за собой, но смотрится абсолютно неестественно и негармонично. Потому что весь этот отдых, там в ресторанчике, там на прогулочках, они с Машей смотрелись намного гармоничнее, активнее, чем с той же Надей. Общих тем, ребят, абсолютно никаких нет. Могут обсудить две темы. Это Ютуб либо Жратва. Больше с Надей поговорить не о чем. Абсолютная такая вот пустышка. Ну и дальше нашли все-таки ресторан, куда смогли усадить, впихнуть Надю. Первое, что меня поразило, это что Самбелу в очередной раз пьет за рулем. Стопе, остановись. Ты на дороге отвечаешь не только за свою безопасность, но и за безопасность людей. Какой вообще чувак, который толком ездить не умеет, еще и алкоголь. Употребляет за рулем. Пусть дальше даже в небольших количествах. Ну и дальше, ребята, я удивилась вот этим количеством порций, которые они съедали. Ну еще ладно, коки заглотнул, севка там, ну Маша что-то там полыскала. Даже ТВ уже наелась. Ну Надя, ребята, конкретно трамбовала и трамбовала. Я теперь прекрасно понимаю, почему она такая. Здесь не причина гормоны, здесь причина количества порций, которые она в состоянии заглотнуть. То есть, я не знаю, я бы там только уже первым наелась. Меня бы уже второе даже не полезло вместе с салатом. Надя конкретно давила и давила на еду. Я увидела этот драник, который принесли. Я не знаю, мне кажется, он человека на три, и им бы вполне хватило этим наесть. Тем более, после первого блюда. Надя его утрамбовала практически сама. Остался очень маленький кусочек, который она продолжала в процессе беседы подковыривать и подъедать. И после этого всего в нее еще полноценно вместилось мороженое. И, конечно, если есть такими порциями, такую калорийную еду, о каком похудении может идти речь, о каком здоровье может идти речь. Я вам хочу сказать, что даже не каждый мужик в состоянии был бы заглотнуть такую порцию. А у Нади она влетела, как будто там и была. Ну и дальше ребята все начали вспоминать, почему же они все-таки не попали в тот ресторан, в который хотели. И Надя в очередной раз, я прошу у вас у всех прощения. Ей начали объяснять, что так прощения не просят. И она сказала, что может даже на колени встать. Вот здесь все, я замерла. Вы прикиньте, фу, какая тряпка, как нужно себя не уважать, чтобы перед кем-то встать на колени. Ради чего? Ради чего перед кем-то вставать на колени? Мало того, Надя пошла дальше и рассказала, что может не только на колени встать, но может еще стать позе раком. Вот я представила Надю, стоящую в позе раком. Хотела сказать, Надя, не пугай, это реально фильм ужасов какой-то, я не знаю, поставший из ада. Это не каждого человека, психика выдержит тебя в позе раком. И вообще, конечно же, если сравнить ТВ и Надю, это ребята в этом ролике «Небо и земля». Мама по большому счету за любой кипиш, кроме голодовки. Она готова идти куда угодно, такая вот легкая на подъем. Кстати, вот это такой единственный, наверное, ее плюсик, когда вот в таком возрасте человеку плевать за любой кипиш, то есть пошли туда, погуляем, сюда погуляем. И Надя, это действительно балласт, который тянул всех вниз, отвлекал, привлекал все внимание, собирал вокруг себя толпы людей. Ребята, я же храпит. Ну вот такой вот получился обзор, буду со всеми прощаться, продолжение следует. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok